парень должен прокатиться на м я работала расплещиками стол я ставлю дизлайк за это плойку которая стоит в этой тачке не на прижимает так конкретно ну принципе коротко о том какого владеть им 5 и 60 у тебя его сложилось сейчас правильно всем привет ребят и сегодня мы снимаем видос день с подписчиком он давно планировался но жизнь внесла свои коррективы тачку мне забрали и типа я думала может вообще перенести либо отменить день с подписчиком но я держу свои слова и подписчик прямо сейчас уже ждет меня на улице лютый дождь и как оказалось покататься на m5 и 60 это было его мечтой детства он написал мне огромное сообщение в котором было кучу причин почему он хочет этого короче ему предложила давай я подъеду к школе и заберу тебя на тачке от нее там ты покажешь ее своим друзьям типа по хайпуешь там повыпендываешься но все мальчики это любят и он мне на это говорит но у меня как бы каникулы я спрашиваю ты можешь просто как бы нагнать массовки своих друзей он такой но у меня нет друзей но он не знает что мы приедем к нему не на м5 и 60 вот этот звук 10 миллионов как вы поняли я заберу его на tesla model x и это диаметрально противоположная машина от м5 и 60 но что самое главное я намутил эту машину специально под сегодняшний день мальчик до сих пор не знает о том что я приеду именно на этой машине к нему кстати спасибо tesla current за то что вы предоставили машину как всегда спасаете выручаете спасибо вам большое ребята ссылка в описании выглядит ли эта машина на 760 лошадей краткая предыстория вообще насколько этот парень счастливчик ну не то что я там превозношу себя и так далее просто я его пусть так что я буду его два раза первый раз когда я выбирала на камеру подписчика я методом тыка то есть закрытыми глазами выбирала из огромного количества людей вот пальцем вот сюда вот тыкнул и раз у меня упадает я пытаюсь сохранить видео и у меня не получается я такая думаю ну блин а доказательства где что я его выбрала записываю второй раз открываю чат с сообщениями от подписчиков листа 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 и опять тыку и опять он еще приобуваем средств привет ангелина очень приятно мы находимся в районе раменок это твоя школа да но сейчас каникулы как я понимаю я тебя попросил привести привести себя друзей ты не сказал что на это нету их на как их нету то ни с кем не общаешься не есть несколько самых близких но их просто нет сейчас рядом или у настоящего волка не может быть друзей волк одиночка такой в каком классе что девятый заканчиваю все скоро экзамен а у г не отменили за все это из-за русской на самом деле впервые делаю день с подписчиком то есть для меня тоже волнительный момент чтобы ты понимал я никогда типа 11 этот с подписчиками сейчас будет это фан-встречи и так далее но чтобы так и покататься на целый день это что-то новенькое для меня я просто видел что ты писал достаточно много сообщений в том чате да и сколько примерно плюс мину сообщение ты написал я даже почитал только просто вероятность процента было серьезно и сколько вероятность 7 7 как титачку лучше честно мне электро а ты что все просто она тебе не нравится ну все чего вазь давай по новой сворачиваемся так антина и вас очень-очень нравилось им 5 60 как я понимаю очень очень прям это удачика твоим и 4 хотелось бы на такой гонять ну себе бы я взял и постой здесь короче я хочу выпросить у кого-нибудь сейчас и 5 и 60 из моих знакомых потому что парень и мечтал об этом не очень давно и он мечтает об этой машине ну а был 5 очень давно то есть все сообщения были связаны с м кай поэтому мне нужно где-то реально достать ее понимаешь конце этого дня этот парень должен прокатиться на м ки вот зубы ну что как ты думаешь сколько в этой тачке лошадей где-то на 550 600 но она выглядит на типа 500 и знаешь что это электрокар короче бери больше больше да 900 не мы короче в ней в районе там 760 но тот кто владеет это тесла из-за ренты кара говорит что в ней там 700 лошадей но если тапку в пол нажать она так нормально валит сделай но это у нас сейчас еще пять человек салоне короче так вообще мне интересно поинтересоваться чем вот мои подписчики какой мечтой они живут когда тебя мечта что я могу принципе все по порядку рассказать от от и до так вот есть уже построенная статегия внутри уже начал делать ну ка-ну-ка давай ну короче с детства в принципе у меня был какой-то интерес к деньгам так правильный жмак бы ну не хотелось у родителей брать деньги как только мне исполнилось 14 лет получил паспорт я уже начал искать работу первая моя работа была это я работала расклещиком листовок работал я а промоудр типа промоудр да то есть я ходил по районам расклеил но к сожалению нас там обманули ничего нам не заплатили опана вот и москва я ходил неделю зимой мороз ходил выклеивать везде все рамки обошел потом наступило лето я уехал в деревню отдыхал помогал там родным бабушке дедушке вот и узнал то что знакомый родственников работает в алберисе занимается этим вот и когда узнал какие там суммы крупится меня это очень зацепило вот я начал с ним плотно общаться изучать вообще эту всю сферу и в конце августа как я приехал в москву устроился в прокат инструктором потом я уже под накопил какой-то определенный капитал также работал а как тебе платили здесь прокате всегда по-разному честно у вас я не было фиксированной ставки в день там от тысячи и там если еще что-то сделал там накидывали потом повысили нам зарплату там по 2 по по 3 по разному всегда зависимости от того что сколько ты сделала и тысячи забыть но получается у тебя было там 5 25 дней рабочих нет я работал только по выходу а очень редко когда я выходил и также вот с тем человеком который занимался в алберисом и сейчас занимается я устроился у него рекламщиком я продвигал его как бренд через разные платформы через яндекс директом ну много платформ и занимался клиентами отвечал на отзывы отвечал на вопросы ноябре я уволился с проката у меня уже была определенная сумма и а ты все что получал прокате ты не тратит то есть капли в капитал сейчас многие я прям чувствую как у многих хейтеров загораются пальцы и они хотят написать ага это постанова там пам 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 она нашла какого-то парня который специально занимается в адресом и это очередная интеграция а по сути я вообще то есть я чисто рандомом выбрала вот тебя и ты занимаешься тем же чем я занималась вот я занималась и это никакая это не продолжение моей истории это вот отдельная история вот саши это прикольно ты большой молодец и что было дальше ну вот сейчас я уже начал сам выходить на вал бриз сейчас мы занимаемся кожаными изделиями натуральная кожа сами делаешь нет с производства заказа это китай или это россия это россии с кирова помимо что я сам заработал еще пришлось машину продать машина была 16 лет чтобы тебя машина была реально до волга двадцать четвертая семьдесят четвертого года это тебе это тебе досталось от твоего там папы дедушки или что ты ее тоже сам это так круто реально очень тебе не кажется что у каждой машины есть своя душа это машина нет души волга была мне тут казалось что это моя бабушка такая же старенькая делая я столько новой информации узнала и столько впечатляющие это прям это очень круто ты вдохновляешь я думаю многие посмотрят видео реально подновятся а родители как относится к тому что так зарабатывать не рассказываешь мне рассказывать вам знает поддержу тебя смотрят тоже подружки серьезно вот оказывается кто эти пять процентов моей аудитории женский так санечка сейчас у нас будет не снимать санечка у нас будет играть почему потому что тебе сколько лет 16 16 ok и как мы знаем тесла славится своими всякими игровыми выкрутасами мне самой интересно посмотреть как это все выглядит потому что я никогда не видел это let's go внутрь интересно если на улице минус 20 то она же пример не понял она из-за того что мы стоим даже под маленьким креном она не может открыть машина она как бы не дает дверь толчка нам в руку прям странно короче нормуль так ищем игровой центр игровой центр должен быть внизу вот типа стрелку наверх видишь блин где-то здесь должна быть такая даже мой мелкий брат находил игру как форза здесь форза же должна быть а это нормально это такое и дизайн я поняла она еще должна руль как-то а может надо закрыть дверь я ставлю дизлайк за эту плойку которая стоит в этой тачке мне она абсолютно не нравится все как-то не по плану идет если честно я позвонила уже двум людям мажорки еще одному чувак у которых которых есть м5 и чё-то у одного наклеится у другого она вообще не в москве я знаю только еще одного человека которую есть м5 я 60 не синего цвета серого это дима гордей суть в том что парень очень хочет просто он горит глазами ему там 16 лет он мечтает об этом машине с самого детства вот хотелось спросить можно ли ему показать там твою тачку я знаю что у тебя еще одна м5 есть серая такая ну сегодня точно не смогу мы снимаем заводить вот но завтра там в середине дня если он подъедет к дому моему то можно показать мне кажется саша будет в шоке от того что как бы ну мне кажется что с ним он еще не знаком и он его тоже смотрит будет классно еще прикольнее чем должно было быть не она прижимает так конкретно это еще не конец завтра мы должны будем сидеть со саней на одном специальном локейшене куда тебе я настоятельно рекомендую запастись вторыми штанами будет жестко ты готов короче для сани это будет ожидание в день а для вас подписчики ровно за секунду все отошел все пойдем-пойдем-пойдем так наша м5 я что стоит вон там сейчас мы резко короче подъезжаем подписчику на этом злюке вон посмотрите он стоит в общем план такой подписчик стоит около азбуки фруктов не нужно резко ворваться ну почти напугать его и сказать что сейчас обеспечим ему покатушки на сможем он видишь белый и и вот здесь заробрата я коротенько расскажу что происходит . все еще на старт стоянки а я обещала саша что я покатаю на м5 я 60 и это твоя такая помощь так как у меня есть еще одна м5 будем кататься все один на будто этой тачке послание от подписчиков на самом деле здесь выход вообще не очень можно на экспоте мимо показать выход реально нормально короче вставай вот сюда я уже видел что там с андреем было да 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 ну короче просто стой здесь и наблюдай ну чё офигел немного не ожидал да там еще такая задержка получается короче газуешь он на ветку небольшой выхлоп тогда такая пауза потом татас лютый выстрел подогрев все включить да не нормально климат-контроль нормально 20 градусов может 21 22 можно м режим она почему-то ручник показывает что он работает хотя его отключил тачки реально плохо я не знаю точно да точно точно лучше короче не ехать я боюсь что машина сможет ли ну короче все я сейчас жму газ она не ехать да ну вот сколько короче все накатались ну в принципе коротко о том какого владеть м5 и 60 у тебя вот сложили сейчас правильно ну вот такая тачка я дала себе слово что несмотря ни на что я тебя посажу в эту тачку модель м5 и мы покатаемся мы же покатались катались все значит я свое слово сдержала ангелинка молодец да вы зацепали сверх не поставьте обязательно и подпишитесь на канал честно говоря у нас получился невероятный и неожиданный финал я сама такого не ожидала позвонила не еще помогли в общем я была супер супер рада все спасибо что смотрели это видео подписывайтесь ставьте лайки и пишите свои комментарии мысли всем пока с вами была блондинка драйв пока но активнее активнее короче сегодня с утра мне пришло сообщение человека который занимался м5 и 60 твоей синий и он сказал мне что единственный вариант как забрать машину со стоянки это платить все ее задолженности на миллион рублей почему на миллион ну сколько там есть посмотрел он сам что говорит сам владелец что говорит он сказал что он готов встречаться но не знаю о том что я ему еще тогда сказала типа давайте с вами сделаем стс и заберем дачку со штраф стоянки такая информация у него пока есть на руках если я ему скажу что давайте оплачивать миллион то мне кажется он сольется я не верю короче ты думаешь что я должна поехать туда и забрать и не ты просто он должен поехать не ты а он он туда приезжает и с своим паспортом забирает дачку попробуйте попробуйте окей